Коллеги, всем доброе утро! Меня зовут Павел Иванов, я продакт-менеджер по гарнитурам E-Link. Рядом со мной находится Стивен, представитель от вендора. И сразу же, наверное, передам слово Стивену, чтобы он рассказал про компанию E-Link и про достижения, которые компания E-Link получила в этом году. Доброе утро, коллеги! Меня зовут Стивен, директор по продажам E-Link, отвечая за рынок России и Центральной Азии. Очень рада познакомиться с вами. Да, E-Link ведущий мировой поставщик, покрывающий все работативные решения UCNC. 21 год у рынка. В этом году европейские и амбеканские производители ушли с российского рынка. E-Link представил качественную продукцию партнера для того, чтобы заменить. Объяснение E-Link по производству профессиональных устройств для совместной работы очень быстро растет. Но профессиональные гарнитуры уже являются одной из трех линейк стратегических продуктов. С 2020 года E-Link поступил первый как асуар календуры. И с 2020 года выпуск проводочной календуры с разъемными USB и ARG. В 2021 году E-Link выпуск без проводочных календур и бизнес-сегмент календуры очень быстро растет. И в 2022 году E-Link еще выпускает Bluetooth календуры, представляет полную линейку календуры. Но я хочу немного расскажу на этом году результат достижения E-Link на этом году. На этом году E-Link получил очень большой результат. Например, на ЦИПФОН на проявлении на этом году продаж вырос примерно уже на 66% гос на год. То есть ЦИПФОН и ринг у России в этом году составляют почти 60%. Уже в мире первое место, у России тоже первое место. А потом для видеоконференции в этом году продаж вырос примерно уже на 65% гос на год. Самый быстрый расчет у нас направления профессиональных устройств для совместной работы. Например, наши календуры, наши USB-камеры в этом году очень сильно выросли на 200% гос на год. Поэтому мне очень надо, чтобы участвовали на выборах календуры, чтобы представить наши новые культуру календуры. А дальше я передаю нашим коллегам Павелу представить подробно, представить наши календуры культуру. Да, спасибо, Стивен. Да, перейдем к гарнитурам. Напомню, что в компании E-Link направление гарнитура сейчас одно из трех стратегических направлений. И сама компания растет достаточно быстро. Отмечу, что у компании E-Link сейчас представлены все виды гарнитуры, которые сейчас требуются для персонального использования, для бизнеса, для собственного использования, использования дома. То есть для всех сфер, как и для колл-центров, так и для работы где-то даже в движении. Но сегодня более подробно мы остановимся на блютуз-гарнитурах, которые максимально универсальны сейчас в использовании. И можно использовать и работать практически в любом месте, где это необходимо. Флагманская линейка блютуз-гарнитур серия BH. Модели у нас представлены трех видов. То есть это идет первая BH72 Lite, BH72 и старшая модель BH76. Обратите внимание, что все вот эти конфигурации, они у нас представлены в двух цветах. Черный и светло-серый. То есть вот так вот вживую я вам покажу. Здесь вы наблюдаете черный цвет и вот такой вот светло-серый, немного приближенный к белому, к молочному такому цвету, светлая гарнитура. Есть вариация выбора и использования. То, что сейчас нужно для того, чтобы использовать в движении и для тех, кто использует мобильный телефон как основное устройство для работы. Здесь отмечу интересные нюансы. То, что выгодно отличает нас от конкурентов, это микрофон, который выезжает, имеет автопарковку. Во время ношения вы можете принять вызов, вытягивая именно микрофон из своего места, и у вас автоматически идет ответ звонка. Если вы его обратно закрываете, задвигаете обратно на автопарковку, у вас включается режим U. Максимально удобно для того, чтобы вести голосовые разговоры, прерывая прослушивание музыки или просто для работы. Конфигурации таких гарнитур бывают двух видов. То есть бывает либо просто гарнитура, которая идет у нас с зарядкой в виде провода, как представили, и еще бывает вот такая вот зарядная станция, которая выглядит как эстетическая подставка, так и работает как беспроводная зарядка именно для гарнитуры. У нее есть чаша для зарядки. То есть вот в таком виде это все выглядит. Также вы можете это все зреть на самом слайде. Отмечу важное отличие, что есть модель BH72 Lite, которая не поддерживает беспроводную зарядку. Это ее единственное отличие от модели просто BH72. И здесь что интересно, то что вот эта вот беспроводная станция, она поддерживает стандарт UI. То есть можно заряжать не только гарнитуру, но можно заряжать еще и телефоны, наушники, часы, и все, что поддерживает беспроводный заряд. Удобное универсальное устройство для рабочего места. Также отмечу, что в целом сами гарнитуры серии BH относительно даже конкурентов имеют самый емкий аккумулятор, при этом они не тяжелые. И отличается тем, что достаточно продолжительное время работы, то есть до 35 часов работы в режиме активного использования и в режиме 28 часов, если вы, соответственно, активно пользуетесь, прям вот, постоянные разговоры. Старшая модель BH76, как раз вот ее показываю живую. Присутствует аудиокодек Hi-Fi уровня APTX для того, чтобы слушать музыку в точных деталях, для того, чтобы наслаждаться именно высоким уровнем и качеством звука в музыке. Потому что здесь нужно понимать, что здесь идет позиционирование уже не сугубо профессиональной гарнитуры, но и как профессиональной гарнитуры, так и музыкальной гарнитуры. То есть для того, чтобы можно было отдыхать во время отсутствия каких-то конференций и так далее. Еще интересный нюанс. Интеллектуальная система шумоподавления, она у нас представлена в четырех режимах. То есть есть режим полностью прозрачный, прозрачный для того, чтобы разговаривать, и уже более сильная система шумоподавления, то есть именно уровень шумоподавления выше. То есть для чего нужна такая градация? То есть в первую очередь, первое, для того, чтобы зайдя, например, в кафе, можно было, не снимая гарнитуры, даже не выключая музыку, перейти в этот режим, и можно было свободно разговаривать. То есть у этой гарнитуры присутствуют внешние еще микрофоны, для того, чтобы улавливать еще внешние звуки и либо с ними бороться, то есть глушить полностью ненужные звуки, либо наоборот записывать и воспроизводить вам в ухо абсолютно все, что происходит. И, соответственно, вы просто как бы отлично слышите собеседника или человека где-то там в кафе или в магазине. И также плюс это повышает безопасность на дороге. То есть если вы где-то идете, переходите улицу, вы будете хорошо воспринимать, где вы находитесь, и слышно будет машин или еще каких-то приезжающих людей. Высокий уровень шумоподавления здесь, в принципе, я думаю, что ни для кого не секрет. Для того, чтобы абстрагироваться от внешних шумов у единицы и поддаться именно музыке, то здесь, соответственно, можете выбирать режимы. Основные особенности старшей модели BH-76 есть очень известная технология именно в Елинке. Это технология Acoustic Shield, которая работает как шумоподавление микрофона. То есть вот в модели 76 присутствует пять микрофонов, которые работают с шумоподавлением, и все неприятные звуки, вот шипение, звук ветра, он это все гасит. Для того, чтобы собеседник слышал вас максимально четко и разборчиво. Значит, как ты уже сказал, пять микрофонов присутствуют в модели BH-76, в младшей модели 72-й два микрофона. Повторюсь, что здесь присутствует аудиокодек хайпо-уровня АПТХ. Динамики здесь датской компании AllWolf. Датчане очень славятся качеством своих звуковых аппаратов, поэтому здесь выбирали максимально профессиональное решение. Интеллектуальная четырехуровневая динамическая система шумоподавления, только для старшей модели BH-76. И также есть датчики ношения, то есть если кто-то уже знаком с технологией, как вот у наушников AirPods, то есть как только вы надеваете гарнитуру, у вас воспроизводится музыка, если вы уже ее слушали. То есть вы снимаете гарнитуру, у вас ставится на паузу. Надеваете обратно, музыка продолжается. Очень удобно и плюс экономит заряд аккумулятора. Компания E-Link очень сильно гордится. Номинации Red Dot в 2021 году. Получили номинацию за дизайн еще на тот момент. Модель была не выпущена, но вот именно дизайн очень сильно хвалили жюри. Еще раз отмечу, чем вообще отличаются друг от друга гарнитуры. Отмечу, что BH-72 есть в конфигурации BH-72 и серия Lite. Lite отличается только тем, что нет беспроводной зарядки. У BH-76, в отличие от модели младшей, есть интеллектуальная система шумоподавления, аудиокоды Hi-Fi уровня PtX, премиальная чаша, чаша точнее, которая изготовлена из премиальных продуктов, из эко-кожи. Если мы смотрим на BH-72, то здесь у нас идет просто пластик. И обращу ваше внимание, что у младшей модели есть индикатор занятости с двух сторон, то есть это вот идет LED-индикатор снизу. У BH-76 здесь идет по окружности LED-индикация о том, что человек в данный момент разговаривает по линии. Также отличие идет в том, что в старшей модели большее количество микрофонов, шумоподавлением их 5 против 2. Дальше перейдем к следующей модели. Это так называемая гибридная гарнитура, называется UH-38. То есть она достаточно сильно похожа на предыдущие, то, что я вам показывал, Bluetooth гарнитура. То есть вот это вот у нас идет классическая проводная гарнитура, но только с Bluetooth-модулем. То есть здесь есть возможность подключаться одновременно и к компьютеру, и к телефону. То есть к компьютеру мы подключаемся классическим способом по USB, к телефону мы подключаемся по Bluetooth. И вот здесь вот обратите внимание, есть возможность выбирать, с какого устройства работать. То есть если у вас идет звонок, например, с телефона, у вас, соответственно, горит индикатор с телефона, который вы можете автоматически, точнее не автоматически, а вручную переключиться на нужное устройство. Если там с компьютера идет звонок, то переключайтесь на компьютер. Также отмечу, что здесь есть возможность переключить микрофон в режим mute. То есть как только у нас микрофон смотрит вверх, то, соответственно, у нас идет режим mute. Как только мы его опускаем, у вас включается микрофон. Также есть интересная особенность, что если, например, подняли штангу микрофона вверх и, например, забыли про нее, у вас идет конференция, вы что-то хотите сказать, то есть вы начинаете говорить, все равно микрофон улавливает о том, что микрофон отключен, но вы пытаетесь при этом говорить, и он вам проговаривает прямо наушники о том, что у вас выключен микрофон. Поэтому не получится так, что вы выключили микрофон, говорить о вас не слышат. Уже какая-то система защиты, она есть. Еще хочу отметить, что у этой гарнитуры можно отстегнуть хвостовик, то есть USB-провод классический можно отстегнуть. У нас получается вот такая вот вариация, то есть у нас идут гарнитуры и пультик с прищепкой, который можно пристегнуть и использовать как классический Bluetooth гарнитура, слушать музыку в дороге. Вот такой вот универсальный вариант. Переходим дальше. Хотел бы еще отметить про новинку, которая нас ждет в следующем году. Это модель BH71, это Bluetooth моногарнитура. Она идет вот в таком кейсе. Очень вам, наверное, напоминает именно классический 4-фактор именно там моногарнитуры. Вот в таком варианте мы ждем в следующем году. Следующий у нас идет BH71 Workstation Pro. Если кто-то из вас, может быть, видел или слышал наши DECT гарнитуры, у них есть тоже такая базовая станция, в которой там присутствуют различные функции для того, чтобы использовать на рабочем месте. Сбоку у нас расположен USB-хаб для того, чтобы исправиться от лишних проводов на столе. Присутствует сенсорный дисплей, вот снизу такой вот прямоугольный, для того, чтобы можно было управлять настройками или управлять вызовами, то есть подключаться к компьютеру одновременно и к телефону, может быть, даже к нескольким устройствам, и управлять просто, соответственно, гаджетами. Зарядная станция и есть вот блок беспроводной зарядки для телефона или там для того же самого кейса с гарнитурой или там наушников других, в принципе, универсальное устройство. И также есть спикерфон для того, чтобы по громкоговорителю общаться и там проводить совещание. Это основное из того, что мы хотели вам рассказать, или, может быть, даже о чем-то напомнить, повидать вам новое. Поэтому, если есть вопросы, мы готовы ответить. Также напомню, что сегодня с нами Стивен, который может быть какие-то интересные вопросы, послушать, узнать какую-нибудь обратную связь или там задать какой-то вопрос. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. 276 амбушюры съемные. На всех моделях вот эти вот, все вот эти амбушюры, они снимаются. То есть, если мы берем классические наши USB гарнитуры, там, UH-серию, то там снимается достаточно просто система B&M. Здесь амбушюра снимается, но чуть-чуть просто сложнее. Но все-таки эта функция присутствует. И в новом году, я думаю, что для всех вот этих моделей мы будем возить запасную амбушюру. То есть, и там и для старшей модели 76-й, и для 72-й, и даже, в принципе, для UH-38 тоже форм-фактора не похоже. Время работы от аккумулятора Bluetooth гарнитура работает в среднем 35 часов. Вот, под большой нагрузкой, не снимая гарнитуры, это где-то примерно 28 часов. В комплект идут разного рода неопреновые чехлы. Неопреновый чехол идет у нас для гибридной модели гарнитура USB. Что касается Bluetooth гарнитур, там уже у нас идут чехлы и закупорки, чтобы с собой можно было бросить сумку и возить в путешествие или куда-то там по командировкам. Еще вопросы? Значит, еще раз, наверное, пока думаете с вопросами, еще раз покажу светло-серую гарнитуру. В бизнес-сегменте это такая достаточно большая редкость. Все амбушюры, они подписаны на левую и правую. Здесь, в принципе, у нас идет интеллектуальная кнопка, то есть Play, Stop, там вперед-назад, кнопка включения и так далее. Вот, если мы берем старшую модель, то здесь все, в принципе, идет то же самое. Вот, снизу там идет кнопка шумоподавления для того, чтобы можно было переключаться между режимами, для того, чтобы, ну, выбирать именно режим, то есть прозрачный, а там полупрозрачный или там максимально сильный. Время зарядки. Время зарядки примерно 40 минут. Опять же, отмечу, что 40 минут, если мы заряжаем по проводу. Если мы заряжаем через станцию, то это полтора часа. Так, коллеги, я так понимаю, что больше вопросов нету. Всем большое спасибо за то, что нашли время посетить и послушать. Всем хорошего дня. Посещайте демо-зал IP-матики, выбирайте компанию E-Link. Всегда готовы помочь, открыты любым вопросом. Поэтому всем, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok